Так, сделал стоп-старт, если опять не попрёт, тогда твич врублю. Так, кстати, у Лакоса пишет, что у них тоже походу стримлёв. Видимо, да, видимо, с ГГ что-то, сейчас робит, а всё, да, ну отлично. Просто стоп-старт сделаем, иногда такая у них, вернее, когда инет шалит, или у них плеер иногда шалит, стоп-старт помогает обычно. Так, ждём, пока Кингс нас пригласит. Видимо, Тиран выбирает карту. Кинга не порвали, Кинг выиграл, молодец. Поэтому не видели, ну я, вернее, не видел конца, и, к сожалению, настроение не показало. Ну, в принципе, понятно, как, то есть продавил. Ну, игры, конечно, были, блин, очень равные. Ну, не то, что равные даже, видно, что было Кингс, что посильнее играет, но... Какие-то, блин, нервные игры были, вернее, вот, правильно сказать. Нормально? Ну, и что там у нас? Они так не определились, кто будет играть. А у меня там ключи. Да, определились, там от них будет играть Тиран, но пока что карта не создаётся. Немножко и так. Так, вот. Ага. А, да. Грэд Грин Делли. Кстати, у нас ВМФ третье место занял по городу. Круто. Какой-то у вас слабый город, но, видимо. А ты первая? Нет, а я срил, я не могу в таких убожествах играть. Нет, 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 я думал, ты первое место занял. Там компьютеры-то, я не знаю, надо на минимум круче людей. И то будет FPS 30. Ужас. Там микрит нереально. Какая-то? Ну, чё у него там? Машонка? Так, ну ладно, ждём пока. Думают, видимо, какую карту взять, или думают, там, какую стратегию антикинговскую придумывают. Да, потягивает что-то у нас вперёд. Так, вот, я специально сохраняю на комп, чтобы потом на YouTube выложить, поэтому без музыки стримим. Потому что YouTube с музыкой их замучивает. Ага. А зачем ты музыку делаешь? Прекрати это, это? Какие-то там эти, да, правообладатели банят постоянно там это, что-то. Им пишут, я вообще, говорю, я радио слушаю, даю им адрес радио, говорю, вот он, радио бесплатное. Находишь, да? Ну, для России вроде разбанили, ну а для Европы не оставили, типа. Нифига, то есть давил посмотреть, не мог видос. Ну и потом вот, Хэл, когда стримил, тоже увидел, забанили. Так, ну что ж, заходят наши игроки. Антикская верфь, версия WCS. То есть он ли кросса, без золота, с оплайчиками. И ждем, ждем Мака, ждем. Мак, прыгай. Да, да, уже прыгаю. А то я что-то посмотрел на картинку свою, подумал, что это ты, потом подумал, где же я. Привык Керрига, надо сменить. Ну и все, начинается, стартует нас игра. Счет, напомним, 3-1 в пользу команды Umed. Ну и Кинг-Кинг, немножко, конечно, в той игре заставил нас понервничать, но все-таки выиграл у Зерга. Наконец-таки, может быть, вернется к нему уверенность, потому что раньше он с Зергами очень хорошо играл, а по свое время стал ему как-то проигрывать. А потом пойдем, посмотрим, посмотрим, как против Тирана сыграет. Против Тирана очень давно я Кинга не видел, как-то вообще Тиранов очень давно не было против нас. Все какие-то кланвары, тосы, Зерги, тосы, Зерги. Да, прошлый кланвар вообще, просто без Тиранов прошел. На прошлом кланваре тащили только Зерги. Два раза Мака, потом... А потом пять раз Нас. На мой взгляд. Так, проверим, проверим дропы... А, картинка, ёпас, что ж вы не пишете-то про картинку? Ну, игра пока не началась. Хорошо, что не началась. Я просто пока переписывался, картинку поставил. Тосовскую. Ну и сейчас подгрузимся и начнется пятая игра нашего кланвара. Так и все-таки почему ты решил за фронт впереди? С самого начала? Ну, да. Был выбор, за кого играть. За Тиранов и Летосов, Зерги, то надоели. Можно сказать, монетку кинул, тосы, выпали. Потом решил доказать, что... Ну, просто себе, наверное, что за неделю могу выйти в Алмаз Тосом. Вышел где-то не за восемь. А, ну, неплохо. Ну, и, в принципе, так просто сейчас играю тем и тем, никак не могу определиться. Я почему-то с Зергом начал проигрывать Тосом, а Тосом начал, наоборот, выигрывать практически всех Зергов. Ну, ты офигер. Вот, поэтому... А, 5 часов. Глав, проще играть? Не знаю, ну, кривой мапуш дикий, убивает алмазных Зергов почти все. Причем кривой, да? Ну, диди, как кривой вообще, ну, блин. На седьмой минуте роботик, стой, заказываю, там, выход. 7 гейт, этот пуш почти всех убивает. Вчера пробовал сыграть, как Кинг говорил, через гейт на мейне, потом нычка. Там, три зелка выходят с гейта под густами. Убили 15 рабов, 2 квины. Ну, и потом, короче, 7 гейтов зерга добил. Не знаю, в алмазе, в топ алмаз, зерги какие-то всех халявят дико вообще. И не разведывают практически. Мне самое сложное играть с Тираном Тоссом, потому что, когда у Тирана появляются медиваки, они без сплэшиваемую армию, теряя, если колоссов или этих штормов, они разносят в хлам. Ну, посмотрим, как Кинг будет играть против Тирана. Ну, куда, естественно. Как Тиран будет играть против Кинга. Тут у нас, опять же, кросс-респауны, которые только могут быть вверху у нас на 11 часах. Да, тут бань, шой, неудобно. Тут пространство есть, достаточно большое, воздушное. Можно полетать будет. Мне почему-то скажут, что будет Барак ЦЦ от Тирана, или Ранний Газ под пуш с какой-нибудь темой типа мародеров. От Кинга тоже будет Нексус Эксп, скорее всего. Нексус Тирана, в принципе, никогда не пушит. Тирана практически всегда сейчас играют Барак ЦЦ, причем в любом мачаге. С Легом стали ставить нычку первую, с 15-ой стенки четверо. Посмотрим, будет ли добавлен газ, откинули идет Гейт, естественно, поехала разведка. Газ пока что от Тирана не идет. В принципе, у нас сейчас на половине Барака должен идти газ, если был бы газ. То есть, скорее всего, действительно, Барак ЦЦ был, причем давно. От Кинга идет, естественно, Газилка. Второй пилон сразу в дыму, чтобы там палить всякие Крисенок, не заезжали и так далее. Пробка Кинга, в принципе, успеет заехать, увидит, что нет газа, поймет, во что играет Тиран. И Тос может, в принципе, даже и без Зилап его свой Нексус ставить, например, под халяви. Ну и может через Зилка его поставить. Киминетку заказывает Кинг. Сейчас бы, наверное, самым грамотным было бы сделать Нексус, потом Сталкера. Кинг делает Зилка. А вот где-то СВ-шка, и Кинг не дает, постараясь здесь громадник, еще пилон, возможно, даже в Лебед. Спасает он пробку, Зилка сразу туда в атаку, то есть будет пытаться поджать Тиран, пока нет бункера, можно будет потом еще пробустить Зилка. Еще один Зилок в заказе, вот так вот, не Сталкинг задать Сталкером, то есть он двумя Зилками побежит сразу вперед, потом, видимо, закажет Сталкера, тоже побежит вперед, заказывается Грейт на Лавгиты. Чего? Посмотрим, как получится, не получится, бункер, бункер только-только пошел, в принципе, бункер успеет достроиться до второго Зила, КСМ-ка едет на разведку, сейчас спалит Нексус, наверное, это пробка Нексус будет ставить. Да, выходит пробка на Нексус, ставится Нексус. Два Зилка побежали, бункер успеет достраиваться, ну, крылся, крылся, далеко бежать. Два барака от Тирана в начале, только потом падут газы, тоже стандартно, сейвово. КСМ приехала, все увидела, Сентрик делает, Кинг Сталкера не стал заказывать, Зилот забегает, пробегает на пофиг, видит ЦЦ, что точно строится, пытается убить Раба, и не убивает чуть-чуть Раба. Второго, наверное, Зилра надо выводить назад, Кинг так и делает, КСМ уезжает, часовой ее не убил, второй газ добавляется. Ну, посмотрим, будет ли Кинг сразу Раба играть, или сначала два Гитра добавит, будет подхалявливать, нет. Второй Сентрик он не делает. Поехала куда-то пробка, видимо, на Зилнагу, или стоит Кун Прокс-Пилон, например. Добавляются два Гитра. Да, пробка приезжает, с КСМ-кой биться не резон. Уезжает на назад. Нексус почти достроился, ЦЦ уже работает, мулы уже, два мулы уже кидаются, инкам из-за этого, почти, ну не в два раза, ну почти в два раза так. Ну, сейчас в два раза, да. Больше утеряно. Еще одни Бараки добавляются, добавляются сейчас только два Газа, с четырех Бараков будут Мареки, это может быть какой-то поджим, четыре Марека идут в центре на Зилнагу. Или Мареки, тут встречается, по большому счету, их нечем, один Зилок и... Ну, три Гитра достроиться успеют, и открыться успеют. А, ну и Довар придет у нас. Да, там будет Довар. И Роба ставится. На самом деле, на Гвардиан есть, там будет Довар построил Зилков, сделать там Форсфилды, Гвардиан, можно Мареков отжать очень-очень хорошо. Тиран, видимо, будет как раз делать подпуш этими Мареками, потому что еще восемь морпехов идут на Зилнагу. У Кинга еще одна Сентрия, уже пошел в арп, добавляется роботик, в принципе, у Кинга все неплохо. Ну, а Тиран будет делать действительно подпуш, но только-только два Газа начали собираться, еще нет Форсфилды даже. Смотри, там столько уже Мареков идет. Мареки без Тимпака, без щитов, опять же, под Гвардианом, то есть они Тоса не убьют. У Тоса нормальный лимит, то есть вполне, чтобы разобрать этих Мареков. Кинг действительно варпит то, что нужно, то есть Зилки с Энтри. Пробка заезжает, кстати, все видит. Сейчас может на Мейн еще заехать, все увидеть. Действительно, пробка заезжает на Мейн, Тиран ничего не успел закрыть. Видит, что делается с Тимпака, видит, что это такой полу... вот такой пуш неплохой, сейчас сразу варпивает трех взялков. Вот. Форсфилды нужны. Отличные форсфилды, еще один форсфилд, и вот-вот и все, что с пехотой происходит. Его не отходи только. Да нет, он Сентрю, чтобы не потерять, отошел назад, там Сентрю били маяки. Все нормально, нормально. Ну, отличный размен в пользу, в принципе, Тоса, потому что... потому что технологий у Тирана нет, у Тоса есть уже роботикс, он может добавлять колосятню, третий глаз поставлен, как раз технически пошел узел, ну, только-только факта, то есть, в принципе, там даже викингов не будет, когда будет один колосс. Еще одна лаба была подстроена, делается сразу Стимпак и щиты, на третью нычку выходит Тиран, ну, ни разу... А, нет. Если бы Золна не контролировала, то они бы вот такими-тремя силками доконтролировали бы. Там, куда-то Тиран... Третья нычка довольно-таки такая... Ну, нагловато, мне кажется, от Тирана третья. Еще бы делал бы Тиран хотя бы Мародеров, он делает онли Мариков почему-то. Газ бережет на что-то. На что-то бережет газ, это действительно, да. Смотри, что добавляет третий-четвертый газ. Отменяет Зелот-1 третий ЦЦ. Кинг сейчас может подпушить, добавляет сетовой бункер. Ну, Зелков довольно-таки много, там уже колосс, дальность, и, может быть, не нужно тут, да, нападать. Кинга больше по лимиту, первый колосс идет, там только-только старый порт. Правда, там плюс-один делается, у Кинга пока что нет даже форжи. Ну, в принципе, это не столь важен. Форжа пошла. Да, форжа пошла, сейчас и вторая форжа сразу. Вместо двух гитов, две форжи. Значит, не будем подпушивать в ближайшее время, будет ждать. Ну, с Колоссом, в принципе, с Колоссом, в принципе, Кинг, наверное, себя будет чувствовать более-менее свободно, чтобы выйти на третью нычку, потом пару-тройку гитов добавить, ну, до шести, наверное, или, может быть, второй роботикс поставить по ситуации, переходить там уже в Психов. Обс Кинга висит, палит выход, в принципе. Опять какой-то выход делает Теран, который Кинг, в принципе, на Зелнаге сейчас зелком спалит, вот, но там будет уже один целый Колосс, можно подбустить, вернее, дальность. Кинг действительно выходит с первым Колоссом на третью нычку. Нет, я не думаю, что Теран дальше пойдет, показал, просто у их там, да, на Амарика, на Двуна. Два медивака сейчас уже будут, сейчас опять могут начаться эти разводы с дропами, очень-очень неприятные. У Кинга всего три гита, было бы шесть, у него куча, а не у него, простите, у Терана куча минералов, он третий ЦЦ стоит у себя, делает гостятню сразу, вот так вот, то есть он делает Академию Призраков где-то, уже сделал. И викинги строят, смотри, построил только пламя-двах и начал скамповать викинги. Ну да, он Колосса спалил, видимо. И ты у Колосса разве? Да, когда с зелнаги Кинг шел отгонять маяка. Кинг грамотно выходит в психов, а Теран уже, уже гостятня у Терана есть, но у Кинга зато полетели два медивака, естественно, это дроп на третью нычку, Кинг его не спалит, вот, три гита добавлены, будут шесть гитов, делаются гряды, скоро будут 1-1, Кинг отходит назад, понимая, что тут в принципе в центре ловить особо нечего, достраивается у Кинга сумочный совет, причем довольно-таки давно, наверное, нужно делать ноги, ну и отбивает дроп на третью нычку, которая сейчас будет очень неприятен, вот Кинг видит дроп, реакция, высаживаются мародеры, начинают убивать пилоны, Кинг не успевает отменить пилоны, возвращается против вся армия и врубается гвардиан щил, ну и Теран уходит, уходит Теран, мало слишком сталкеров, чтобы как-то сбить дроп. И отгоняется дроп. Ну, в принципе, дроп немного нарезал, но все равно у Терана уже плюс 30 лимита, он поставил свою третью, инкам дикий, за счет мунов у него инкам на 800 больше, то есть сейчас можно к Терану клепаться и клепаться и клепаться, единственное, что у него маловато барака, всего 5 штук, делаются опять же викинги, 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 там всего один колос, хотя нет, Кинг делает второй колос, делает штормы, 2-2 от Кинга пошло, ножки от Кинга тоже пошли, штормеров пока что Кинг я не видел, чтобы варпил, нету, да, нету пока штормов, 5-6 газ от Кинга пошел, от Терана тоже уже, 2-2, 2 медивака, всего 2 медивака, сейчас еще 2 медивака, идут, части, мародеры 2 майка пошли убивать пилон, можно их отжать, кстати, под варпом легким каким-нибудь, хотя можно, наверное, и забить, да, Кинг делает под варп из трех юнитов, 3 зила, хотя если сейчас выходит, Терана, но по 100 в армии все намного лучше, у Кинга всего 2 хаоса, которые по-моему, нужно психом подварпивать, но у него нет газа на психу сейчас совсем, добавляет еще 2 кинта, 2 грейда, 2 грейда, 2-2 сейчас вернее скоро будет у Кинга, у Терана уже 2, 2 на атаку будет 2 на защиту, 3-й грейд на атаку у Терана пошел, психи, не знаю, видит психов, он и не видит, да, он видит краешком психов, то сейчас будет добавлять сразу гастов, Теран возбегает в атаку, Теран идет в атаку, в принципе, психов, у каждого психа есть на шторм, 3 колосса, и можно сделать под варп, лимиты примерно одинаково, парабам, тоже примерно одинаково, пошла маскировка Гастам, добавляется еще 1 старгивец, таки, что армия Терана смотрится куда более солидно, армия Терана смотрится солидно, но тут очень много будет зависеть от штормов, потому что нет гастов, армия Терана только вместо такое не очень, потому что неплохой шторм влетает, колоссы все рассыпаются, еще хорошие 2 шторма, еще один шторм и Теран рассыпается, хотя как рассыпается, Тут не рассыпается, он просто весь битый Битый очень весь Нужно подвар пиво гзелов Зелки с ногами убивать Подвар пиво гзелов есть Колосс еще пока жив, жгет Тиран забегает, начинает вырезать пробок Но тут Кинг отбивается, лимиты одинаковые Четвертый ТЦ в центре ставит Тиран Жалко, что нечем убить медиваки 3-3 пошло от Кинга Потери практически одинаковые Минус 2 Викинга Тиран в центре карты ставит Не стал его вверх ставить Тирану наоборот, наверное, тут лучше в центре поставить Я как Зерг тоже думаю Обычно в центре Зерг Кинг ставит и Лик У нас Кинг тоже ставит В центре свой Нексус Сейчас его отменят, вернее нужно будет отменять Не успеют он его спасти ДПС его По стим пакам жила Минус 400 минералов Ну, лимит, в принципе, равный У Кинга есть психи И пошел передроп на мейн Да, передроп на мейн Который Кинг видит Но там очень много армии Минус пилон Сразу же Сразу включается Регита минус Под варп от Кинга на мейн Еще на КД, видимо Почему он не варпает? Не знаю, минус Штармятня Кинг идет четырьмя штормами Сзади, да? Сейчас надуваки будут улететь С штормами Ну да, это Грамотно надо делать Немножко недоконтролил Надо восстанавливать Психов Надо восстанавливать пилон Чтобы было Гиты питались Ну, в принципе, все пока неплохо Макро игра выходит Три-три сейчас будет у обоих Под второй грейд на воздух Четвертая нычка у тирана раньше И опять гапша очень большая Тирана идет на четвертую нычку Кинга Кингу опять снова нужно эту нычку отменять Не знаю, успеет он или не успеет В принципе, должен, да, успевает отменить Много зелков Есть два колосса Есть четыре шторма Штормы хороши, когда тиран в узком пространстве Когда он в центре карты бегает Все-таки не очень с штормами поиграешь Вот эту кингу нужно что-то делать Потому что четвертая нычка стоит Тиран уже давно стоит Ну, колоссами можно жечь рабов сверху, например Или заштормить их, вот, как кинга хочет сделать Он стоит на зелнаге, он все видит Гастов-то у тирана еще до сих пор нету Только-только сейчас пошли гасты То есть можно заштормить, в принципе, тирана попытаться Неплохой шторм Да, не дает туда частного армии Выщелкиваются колоссы, естественно, викингами Еще один шторм, но минус псих Минус второй псих, это очень плохо В принципе, у тирану тут все очень неплохо Потому что, опять же, широкий очень фронт Остаются два шторма Да, два шторма, но они с полной маны То есть каждый по два шторма может кинуть отличные два шторма Минус шторм, а кинг, в принципе, тут должен отбиваться Но тирану уже с 5-180 У тирана дикое дотекание идет Вот, медиваки, наверное, нужно прежде всего выщелкнуть Вот она приходит, это дотекание Кинг вынужден отходить назад Хорошо, что он заранее подваркивал штормеров Правда, у них нет маны Четвертая нычка пока что не работает Сложно очень, отличный шторм, но... Медиваки остались без маны, лимита плюс 50 Хотя... Да, что хотят, вот такое дотекание по карте идет Уже есть гасты С гастами будет все намного сложнее Тиран пытается убить четвертую нычку Можно его по частям попытаться принять как-то Воз, кстати, не увидел, что можно зафигарить всех психов Его зафидбэчили Теряет и кинут четвертую нычку Ну, в принципе, по сравнению с тем, что могло быть Он бьется неплохо тут Но в любом случае он намного меньше, чем тирана Тирана уже заработала машина Пятая нычка становится, четвертая работает вовсю Тут очень много ходят гастов, у них есть ман на шторм На шторм особо куда-то дать не буду Только-только EMP был кинут, ну, уже поздноватый 4-1 А до сходки идет побед? До пяти, макс относится Ну, наверное, на этом я тебя покину уже Пойти спать ложиться, спать хочу У меня уже полтора ночи Давай Спасибо за то, что покомментили вместе Отлично было А тебе спасибо Давай, пока, спокойной ночи Пока Ну что ж, остаемся мы одни Ждем, пока нас пригласят в игру Ждем, пока нас пригласят в игру Такс, 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 что тут Все хорошо Такс, 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 такс Такс, 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 такса Да, Марс выбирает карту, Лозер Пик у нас 4-1 тиранным счет, неприятен, но в принципе посмотрим как собирает Марс этого тирана он выберет, а дальше посмотрим как будет. Продолжение следует... Так, ждем, 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 ждем... Отлично, нас приглашают в игру. Ждем, пока пригласит... Так, ждем, ждем, ждем... Продолжение следует... Все, всех пригласили, сейчас начнется игра. Так, пожелаем опять удачи. Обоим игрокам, пускай покажут красиво и интересное дело. Так, у нас что-то все меньше и меньше стало, становится зрителем. Ладно... Бывает... Видимо счет не очень сильно... Мотивирует смотреть... Что ж, рассвет... Рассвет у нас был, но... В принципе не важно. И ПВТ у нас и ТВП, не столь важно, так не назови. ПОДПИСЫВАЕТ 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 ТВП, не столь... Так, ну что ж, сейчас подгрузится Маркс и начнется у нас игра. Посмотрим, ни разу я Маркса против Тирана не видел в деле, как он будет играть сейчас. Что он GG, желает удачи. Хороший для оппонента, ему также отвечает Тиран. Посмотрим, будет ли Тиран играть там же в баракце Целью, как-то будет подпушивать, возможно, с Газом с ранним как-то, какую-то агрессию играть. Ну, думаю, вряд ли на самом деле. Если страта работает, страта отточена через баракце Целью, дальше, то почему бы и нет, не играть так далее. Вот, Маркс, девятый пилон, естественно, ставить. Посмотрим, будет застраивать Тиран в стеночке делать саплай, да, поехал делать саплай, стеночки не стал делать экономически, саплайчик где-нибудь тут, недалеко. Пока что не о чем сказать, можно посмотреть АПМ. В принципе, раскрытики практически одинаковые, поэффективно у Маркса в 2,5 раза больше. Поехала КСМ на разведку, кстати, еще одна КСМ выезжает делать барак. Посмотрим, будет ли добавлен газ, или не будет добавлен газ, Гейт от Марса, в принципе, все стандарты. Сейчас, наверное, 15-й газ пойдет. Да, 15-й газ. Разведки, кстати, пока что от ТОСа мы не видим, то есть, просто Гейт обычный. Тиран к газилке не добавляет, то есть, это будет барак ТЦ, опять же, второй пилон от Марса, намекающий на Нексус. Начинает собирать газ, пока что не начинает, но Газилка достроилась. Тирана газов пока что нет, барак достраивается, потом пойдет ЦЦ, комарики, бункеры и так далее. Выезжает КСМ, тут можно запилить, в принципе, БЕ-шку. Чтобы ТОС не влепил Нексус, можно ее не пилить. Делается первый ЗИЛ. ЗИЛ сразу идет туда, в атаку, на разведку, ЗИЛКом побежит Марс. У нас орбиталка, кибернетка, бустусы рабочие, второй газ пока что не добавляется. КСМ палит постановку Нексуса. И вот он, этот Нексус, выезжает Марс-пробкой, ставит Нексус, КСМ мешать даже и не пытается, видимо. Не видит, что ли? Да нет, мы видел. Бункера пока что нет, ЦЦ ставится вверху на этот раз. Тут просто второй САПЛА недостроенный, закрывается стенка, ЦЦ вверху. Ну, сейчас КСМ видит, что Нексус есть, в принципе, Тиран может расслабиться. В некоторое время и ставит бункер вот такой вот, довольно-таки интересная вещь. Сначала тут бункер, потом можно поставить ближе, попытаться. Пробка на Зелнагу, Зелот в атаку. Тут два майка, Зелот их видит. Ну, в принципе, два майка и можно Зелка расконтролить, но можно и не расконтролить. Сталкер уже почти готов, сейчас выйдет Сталкер. По дороге Сталкер этот бункер как раз спалит. Бустится кибернетка, добавляется второй газ, делается еще один Сталкер. Да, Сталкер спалил бункер. Убьет он КСМ. Потом начнет убивать бункер. Хотя, наверное, просто проще встретить майков этих. Да, вот так вот. Чтобы они не успели сесть в бункер. Не убил, к сожалению, ни одного морпеха. Теперь в бункере они сидят, сейчас заберут по-любому Зела. Да, минус Зел. Щиты Сталкера начинают снимать. КСМ-ка чинит. Марс не доконтроливает Сталкера. Нет, все-таки доконтроливает, уводит его. И Марик успевает продать, кстати, бункер Теран. Одного выстрела Марика не хватило, чтобы убить Сталкера. Пробка приезжает, видит, что ЦЦ по-прежнему нет. У Терана были добавлены со временем два барака в обоих лабы. То есть это будет какой-то подпуш с мародерами, видимо, ЦЦ вверху. Пробка пока что контролит. Может, в принципе, заехать. Если заедет, то ЦЦ увидит. Ставит она тут пилон. Пилон, чтобы видеть, когда будет ЦЦ, видимо. Перелетать или не будет перелетать. Робок с тем временем у Марса уже был. Добавляется третий гейт. У Марса два гита Роботикс. Делается опс, форжа. Ну, в принципе, Роботикс неплохая идея, учитывая то, что там может быть 1-1, например, какой-нибудь. Фугасы скоро достроятся. Выходят мародеры, палятся на пилоне. Вот. И пилон видит ЦЦ, пилон видит, что есть мародеры. Сразу добавляется от Тирана бункер. Пошел стимпак. Третий гейт открывается у Марса. Скоро будет форжа готова. Две СН-3 уже вышло. Подварпанные. Пока что колоссият не добавляется. Третий, четвертый газ. Только-только третий делается. Четвертый добавляется у Марса. Пошел и был технический узел. Еще один пилончик. Форжа, видимо, для чего она была до плюс-1. Пока что там плюс-1 не делается. Опс летит. Опс видит выход. Опять, как в прошлой игре, Тиран небольшой группкой своей выходит. Марс, спасая эту грамотную пробку с Зелнаги, убирая ее. И опс, смотрит, куда идет Тиран. Тиран идет назад. Одного маяка оставляя на Зелнаги. Зелнаги, стандартная туретка от Дарков и от Апсов, чтобы они тут не висели. Скоро уже будут стимпак, щиты почти на третий. И на этот раз намного раньше идет Старкоррт. Космопор. Сразу на фарктере, естественно, реактора. То есть будут медиваки. У Марса, правда, больше лимита. За счет, наверное, рабов. Суркси на 32. Тост дико опережает по рабам Тирана. За счет того, что долго ЦЦшка, видимо, была тут. И Тиран не строил рабочих, а вкладывался в мародеров. За счет этого Тос очень сильно сейчас раскачал экономику. Впереди очень сильно по экономике. Добавляется Сумышный Совет. Колоссы играет над дальней с Колоссом. Плюс один. Армии, конечно, у Тоса мало, но, в принципе, он контролил, взял наги. На третий ЦЦ выходит Тиран. Очень такой, опять же, вовремя, в принципе. Сейчас два медивака будут. Можно идти напрягать каким-нибудь дропом. Плюс два барака еще добавляет Тиран. Вот еще и третий ЦЦ стоит. Марс летит Апсом. Можно как раз третий ЦЦ было, наверное, сейчас испалить. Но сам он выходит на третий на Эксус. Очень грамотно. Не отставая от Тирана, поэтому совершенно. Четыре Гитав добавляет Марс. То есть с вами будет семь. Колосс уже первый готов. Грейт на плюс один тоже почти готов. Грейт на дальность на середине. Бустится второй Колосс. Идет выход. Этот выход сталкер на взял наги спаливает. И Марс должен доконтроливать. Сталкера уводить. И сталкера уводить. Не доконтроливает Марс. Не уводит сталкера. Посмотрим, видел ли он третий ЦЦ. Нет, он третий ЦЦ не видел. Сразу пару фотонок. Пилон на третьем Нексусе. Тиран, кстати, третий Нексус тоже пока что не видел. Но идет в ту сторону. Долетит факторка. Полить. А до еще одного сталкера на взял наги быстро. Да, Марс видит армию. Доконтроливает сталкера. У Марса есть уже один Колосс. Будет второй Колосс. Свет. И сейчас будет, может быть, развод. То есть двойной дроп на Мейн. Забегание на третью. Но тут есть две фотоночки, в принципе, неплохих. Марс по-прежнему не знает о третьей нычке, правда, терна. Лимит одинаковый. Плюс два пошло. Блинк уже почти есть. Семь гитов есть. Второй Колосс вышел. Пробки переводятся. Вот Тиран только плюс один. И вот он, пожалуйста, да, дроп. Дроп на Мейн. Тут два сталкера, в принципе, дроп будут встречать. Остальная гопша идет на третью. Но тут двумя Колоссами можно ее принять довольно-таки легко. Вот. Тиран увидел, что его тут встречают. И, в принципе, полетел в обход. Сталкер и Блинк. Еще по два будут в Сталкерах. Отлично. Марс принял дроп. Почти его убил. И тут принял армию. То есть, очень хорошо, очень спокойно и грамотно. Вот он сыграл. То есть, два сталкера. Фатуночка, четыре сталкера. Блинк уже был. Пятя нычка, получается, работает у Тоса раньше, чем у Тирана. Парабам 58 на 46. Все это время у Тоса инкам был больше. И, в принципе, с двумя Колоссами можно выходить. Марс, видимо, так и собирает делать. Он пробивает камни. Сам выходит Психов. Добавляет архивы Темпларов. Вот. Третий грейд на атаку у него делается. Нет, второй. Второй грейд на атаку у него густится. Есть четыре викинга. Конечно, все будет зависеть от позиции. Потому что есть места, которые Колоссов можно отщелкивать. Посмотрим. От микро, конечно же. Посмотрим, как Марс будет микрить. Выходит Марс на третью нычку. Туретку убивает сразу же. Викинги пока что, естественно, не вылетают, чтобы не отщелкнули сталкеры. Марс отходит назад. В тень стоит три Фросфилда. Армию все отсекает. Не стал он тут сражаться. Без ног, видимо. Ножки нужны. Плюс два еще не доделалось. Ну, сейчас доделается плюс два. Ноги тоже уже больше, чем на плане. Еще один Колосс добавляет Марс. Ставит Прокси Пилон. Делает грейд на Шторм. То есть сейчас уже падут Штормеры. Третья нычка раскачана. Четыре гита плюс. Добавляется четыре гита. У Тирана очень и очень мало медиваков. У Марса больше лимита. То есть в прошлой игре у Кинга было меньше лимита. Сейчас у Протуса у нашего больше лимита. Он стоит на Зелнаге. В принципе, все неплохо палит. Медиваков всего три штуки. Так, у Звука Рыбовой. Сейчас, сейчас пофиксим. Сейчас пофиксим. Так, должно вот так получше быть. Должно Рыбовой пропасть, я надеюсь. Так. Психов пока что не варпает. На 4-ой ТЦЦ Тиран выходит в центр. Тос тут же ставит 4-ой ТЦЦ. Тиран светит это видит. Камни пробиты. Тут Тиран отходит назад. Клепает викингов. Еще нет, уже медиваки. Гостятню, видимо. Заметил краем света Психов. Есть уже три Психа. Они копят ману неплохо. Лимитов все еще немножко больше у ТОСа. 4 гита достроили. Сейчас будут открыты. В принципе, пару варпов вот они и у 200. Тут везде стоят прокси-пилончики. А дропов отлично. Очень грамотно. Тут пробочка еще стоит. Тут можно подварпить на третью. Зелков, например, во время боя отправить. Викингов не так много, но у викингов есть... Хотя еще пока нет грейдов. Третий грейд на атаку. Скоро будет у Протаса. В принципе, вот подождать еще одного буквально подварпы. Можно уже выходить. Ну, Марс идет сразу. Идет сразу. Видимо, как раз пока нет там гастов, чтобы их не было. Викинги блинкуются вперед. Гвардиан щит врубается. Отличный шторм. Еще один отличный шторм. И еще нужно кидать шторм. Но нет манны. Нету манны. Колоссы выживают. Тут очень важно. Сталкеры грамотно отфокусили всех викингов. У тирана не осталось викингов. У Тоса остался сплэш. И за счет этого сплэша, конечно, тут Марс выигрывает эту битву. Единственное, что подвар взялов слишком далеко бежит. Слишком издалека бежит. Тем временем, тут был подвар взялов отличный. Я это провтыкал. Они убили 15 рабов. Заставили подняться ЦЦ. Отлично. Марс развел, так можно сказать, немножко терраное. Тут убил часть войск. И тут отменил четвертую нычку. У самого Тоса четвертая нычка работает. Лимита плюс 60. Можно переводить рабов. Идет такой нехилый подвар в сталкеров. В следующий игре идет не на броненные щиты сразу. Ну что ж. Пока что у Тоса все отлично. По рабам плюс 20. По армии тоже довольно-таки большой плюс. Викингов продолжает клепать террин. Нет у него до сих пор гостов. Марс, в принципе, сейчас может добивать лимит, например, шарами. Которым, да, он делает один шар где-то. Два шара он делает. Добивать шарами для танкования. Добивать колоссами. Еще один колосс как раз. И с 200 уже, наверное, идти добивать. Потому что, ну, лимит пока что у Тоса отличный. Тиран выходит, свои кучка опять в центр. Можно, в принципе, опять подойти. Сделать то же самое. Отменить четвертую нычку. Сделать вот подвар, забежать зелками и на третью. Посмотрим, будет ли делать то же самое Марс. Или нет. Пока что что-то ждет. Видимо, ждет грейд на щиты. Нет, все-таки идет в атаку. Посмотрим, будет ли там подвар. Сталкер очень грамотный со стороны викингов становится. Отлично контролит Марс. Ну, и тут его просто намного больше. Да, есть планетарка. Но эту планетарку сейчас можно просто на пофиг снести. Зелки плюс... Отличный шторм. Еще один шторм. И рассыпается тут Тиран. И это 4-2. Отличная игра. Увидел я Марса в живую против Тирана. И мне это очень понравилось. Очень спокойно, очень грамотно выиграл. Что ж, ну, не в нули сливаемся. Уже неплохо. Ну, есть надежда на Марса. Так он дальше сыграет. Очень даже неплохая надежда. Не зря мы его, как бы, приберегали. Вот. Спасибо. Давайте. гидро 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 это это гидро у нас мастер лига мастер лига а кто у нас сейчас мы узнаем зерк зерк то есть у нас будет пвз ну чтож пвз так пвз это интересно довольно таки много уже матч в этом сезоне сыграно то есть активный активный зерк неплохой кстати по количество побед недавно кстати в мастер легги второй сезон только но уже уже очень неплохо в нем видно так мы ждем что там марс надо пригласить предложить масса так что там с максом что там и и и и и Ай да ёбра СТ Заблокировался весь А всё, всё будет нормально Блин Так, всё, добавляем Марса И ждёт нас ПВЗ Так Что-то там не так Счёт 24 24 договаривались мы на ладерные мапы так еще раз просим готовы так, Гидра сейчас стрим выключает ждем пока он напишет, что готов пишут мне всякие тут так, ладно, карта район Нью Кидж я ни разу сам на ней еще не играл в принципе, не знаю, с виду неплохая, дуэльная все, отлично, гоу-гоу, играем счет 2-4 нужно Макс вытащить, еще троих убыть хрус Ничего сказать про эту карту не могу, но только с виду, что два респа, довольно-таки широкая рампа, на самом деле, внизу, то есть застраиваться, наверное, Тосу не очень удобно, играя в Forge Expand, третью нычку занимать, тоже довольно-таки неудобно, широкая карта, ну, Зерговская, наверное, всё-таки видна карта. Сейчас мы это увидим, на пяти часах у нас Гидра, на семи часах у нас Марс респаунилась, ну да, тут третью нычку занимать Тосу вообще хрен поймёшь где, с этой стороны огромный проход, с этой стороны огромный проход, огромный, огромная рампа на Эксп, тут тоже, в принципе, не займёшь, не знаю, тут с двух нычек, наверное, пушить самое идеальное. Неплохая карта для Зергов, вот, поиграть на ней будет. Что ж, АПМ-чик, стартовые ослыки одинаковые, эффективные в три раза больше у Марса, опять пул от Зерга пошёл. Десятый пул от Зерга, ну что ж, это, в принципе, ну, как сказать, в принципе, на такой рампе, это, наверное, оправдано. Марс ставил пилон, продав застройку, опять же, не после пилона, не поехал на разведку, вот что плохо, сейчас его могут съесть. Может быть, Гидра как раз видя, хотя Гейт идёт, видя прошлую игру Марса, понимая, что Марс очень поздно едет на разведку, вообще не ехал с Тираном, не после Гейта, а зелком побежал. Может быть, поэтому и Десятый пул, который вполне может прокатить, шесть псов уже в заказе. Шесть псов уже в заказе, и всё на самом деле не очень хорошо, учитывая, что всего лишь один пилон, то есть, псы забегают, жирают пилон, псы уже выбежали. Вот, пытается Марс, будет пытаться Марс застроиться, но поехал бы он на разведку, он видел бы Десятый пул, играл бы через Форжу. И просто куча минералов, он сейчас, в принципе, может успеть построить Форжу, стенку, но он не ожидает там никак Десятого пула, поэтому даёт спокойно, говорит, пилон, не бустит зелка. Хотя нет, бустит он зелка одного, сразу заказывает ещё одного зелка. Ну, пилон могут сожрать, зелон могут сожрать, хотя этот пилон питает гей тоже, шесть псов бегут, Зила, в принципе, будет. Собаки пилон сожрать успевают, да, успевают, но Зила выходит, Зила выходит, саплайблок, правда, с пробками Марс тут отобьётся, ставит Марс тут же пилон ещё один, нужно добавлять, наверное, Форж, закрываясь как-то. Там ещё собаки, катает пробок Марс, не всех, но всё равно катает. Но, с другой стороны, зерк продолжает заказывать псов, тут добавляется Форжа, ещё один пилон. Бустится сразу Зил, как только достроился пилончик. Собаки пытаются что-то там было сделать, но Марс пока что защищается, что ему, в принципе, ещё остаётся, ждать Зила, ждать пока достроится Форж. Бустит ещё одного Зила, наверное, сразу бусты есть. Да, буст есть, наверное, бустит ещё одного зелка. Выходит Зил, ставит Фатонку, в принципе, тем временем зерк понимает, что, скорее всего, тут не пробьёт, добавляет нычку. Парабам 22 на 10, то сутоса всё отлично. Всё, Марс, в принципе, отбился, Зилок в проходе. Зилок тут может много собак поубивать, тем более там Зилок не один, а их два. На всякий случай Марс ещё и гейт ставит. Отменяет гейт, с другой стороны ставит гейт. Зерк тут пытается собак. Ещё один выходит Зилок, правда сейчас его сожрут. Сожрут, это будет неприятно довольно-таки. Съедят пилон, ну там гейт, в принципе, Фатонка достраивается и отзащищался Зилок, ой, Тос от Зерга. У Зерга нычка, конечно, но у него совершенно не раскачана хата, только-только пошла к вина. Вот Фатонка достроена, псы тут получили пару выстрелов от Фатонки. Сейчас просто Марс не стал даже гейт отменять правильно, а добавил Кибернетку и будет выходить на Нексус. Ситуация была хреновая, оба Кибернетку отменил. А, Кибернетку он в стенки хочет поставить, видимо, после Нексуса, да? Добавляется ГАЗ, первый. Фатонка. Нексус. Ситуация была не очень у Макса, то есть он без разведки и отбился грамотно, очень хорошо, молодец. Вот остальным бы Тосом наш, например, с него брать, учиться отбиваться от ранних пулов вот так вот. Даже не понимаю, что там ранних пулов. Две Фатонки и Бибернетка добавляется, Нексус встал 25-26 на 19 парабам, зер ток-ток сейчас будет догонять, пробка поехала разведать, видимо, третью нычку. Псы бегут назад, он тут два зелка, две Фатонки, они нифига не прибегут, нифига не увидят. Овер висит, в принципе, нычку спалил. Псы хотели тут что-то подъесть, но тут тоже есть Фатонка, все грамотно, пробка проезжает. Псы ее не догонят, мува у него нет, у них нету. Пробка проедет, увидит, что третьей нычки нет, проедет на вторую, наверное, на мейн вряд ли заедет, там Квина, скорее всего отгонит. Вот, делается первая Сентра у Марса, когда стрелась Кибернетка, на вап-гиты, кстати, грейд пока что не заказан, вот только-только заказан. Убивается пробка Квиной, гиды раскачивают экономику, добавляют сразу три газа и делает леер, то есть это будет мутка. С виду карта для мутки неплохая, потому что огромный мейн, тут тоже огромные пространства, то есть есть где полетать. Сентра начинает убивать Овера, не знаю, убьет, не убьет. Скорее всего, скорее всего не убьет, хотя можно, в принципе, да нет, в принципе, должна убивать. Если бы Овер коем сюда полетел, чтобы Сентре было обходить, или не убьет. Ладно, пока что не столь важно. Добавляет четыре гита в Марс, это будет какой-нибудь под пуш с пяти гитов, Овер действительно уходит, в принципе, довольно-таки с запасом уходит. Скоро будет леер, скоро будет, скорее всего, мутка. Посмотрим, будет ли Марс именно под пушить с пяти гитов или нет. С шести гитов, в принципе. Добавляется и шестой гит, четвертый газ. Перехватывает Овера все-таки Сентрик и убивает, убивает Овера, минус Овер, довольно-таки неплохо для Тоса. Для Зерга, в принципе, он сейчас не столь важен. Две Санки, блинка от Марса, две Санки от Зерга, естественно. Шпиль пока что Гидры не добавляется, немножко он, видимо, с этим втыкает. Вот, Санница почему-то и выходит на третью нычку. Санница, выходит на третью нычку. Что видел Гидра? Что видел Гидра? Гидра видел газы, Гидра не видел гитов. То есть, в принципе, не должен он сильно опасаться чего-то. Еще два Гидра, восемь гитов у Марса в заказе, в сумме будет. Делается плюс один, делается блинг и Марс потихоньку будет выходить. У него есть уже шесть гитов, еще два достраиваются, шпиль только-только пошел. Еще, в принципе, шпиля довольно-таки долго не будет. Третья хата на середине. Вот, пробка, подвар, плергкий зилов. Нет, сталкеров, все правильно, блин, какие зилки, с ума схожу. Две валюшки от Зерга, ну, не знаю, в принципе. Тос очень грамотно по таймингу до мутки сейчас выходит. Восемнадцать псов в заказе, двадцать псов в заказе. Вынужден, естественно, Гидра заказывать псов, потому что понимает, что сейчас его идут убивать. Открываются еще два гита, гитов уже восемь. Блинг почти доделался, плюс один как раз доделается под выход сразу. Пилон ставит Марс немножко не в том месте, где я думал. Вот, подвар еще сталкеров идет, соплай блок может быть. Марс что, думает, что третя нычка будет в другом месте, или он поехал ее просто там проверять. Третья нычка, кстати, Тос отменил. Санки, за санками сидит, за собаками сидит, которые даже без мува. Вот, Тос, Марс куда-то не в то место пошел, что ли, я не понимаю. Или он просто, а, он специально ставит там пилоны, чтобы их по нему не поубивали. Вот, и главное, двенадцать мут в заказе, и Марс просто отходит назад. Так вот. Напугал он зерга и отходит назад. Интересно, интересно. Или ждет, выходит психов, то есть понимает, видимо, что там мута, как-то. Каким-то образом он это понял. Двенадцать мут летит на мейн. Марс на мейн, в принципе, не успеет, скорее всего, вернуться, поэтому рабы потерпят. Делается плюс два. Добавляется для психов в здание архива темпларов, но из них можно делать и штормы, и шариков. Налетает мута. Сталкеры, кстати, почти уже вернулись. Посмотрим реакцию. Рабов Марс тут же срывает, уводит, подварпывает еще сталкеров семь штук. Пока что не блинкается, естественно. Тут широкий фронт довольно-таки. Можно с двух сторон попытаться зажать муту. Отличный блинк от Марса. Минус две. Минус два мута, но все равно блинк был очень красивый с двух сторон. Окружил он всю муту. У зерга только-только третья нычка. Гидра возвращается назад, харасит муту, начинает убивать пилоны. Сам Тос выходит на третью нычку. Начинаются шаталити вот эти с мутой, очень неприятные для Тоса. Часть собак бежит в обход, как раз нападать, видимо, на третью нычку, не давать поставить Тосу ее. Ну, Тос сейчас уже будет плюс два. Есть уже, в принципе, психи, да, но правда без грейда, просто можно делать у них шариков. Нужно третий Нексус отменять, наверное, его все равно убьют. Да, отменяет Макс вовремя третий Нексус. Ждет с толкерами тут. Психов пока что не подваркивает для шариков. Да и просто по одному шарику тут с Фатонкой уже бы не было такой охоты этой мутой летать. Третья нычка у зерга только-только делается. Лимит приблизительно равный. Парабам Тоса больше на семь рабов. Куча собак. Мута. Еще Мута залетает. Сталкеры не совсем в том месте ее ждут. Блинк. Не успевает. И Мута подрезает полу рабов. Мута летит не в ту сторону. Минус один, минус два. Мута-ля. Вот. Ну, Мута тут еще кучкой летала. Видимо, в одну сторону хотела и в другую. Шторм делается у Марса. Но по-прежнему психов я не видел, чтобы он варпил пока что. Мута залетает с другой стороны на этот раз. Так просто пытается разводить четвертую нычку. Сталит зерк. Тут был подвар бзилов, которые неплохо размениваются с плюс-два, то с псами. Но псов очень много. Кстати, что у нас потеряем? Потеряем у Тоса немножко больше. Еще подвар бзилов. Псы мимо пробегают просто куда-то там по своим делам. Начинают съедать пилоны. Марс не хочет, чтобы пилоны просто так съедались. Поэтому варпал туда зелков. Сам добавляет он завод. Роботикс. Зерк выходит в инфистар. У него потихоньку будет уходить, видимо, у брудов. Так. Психи, психи, психи. Есть где-нибудь шайки или психи? Фотонки по периметру добавляют в Марс. Мута пролетает. Начинает карать зелков. Неплохая армия сталкеров у Марса. Делается пять психов. Как раз для шайков, чтобы мута не так сильно напрягала. Вот мута летит. Марс ее, в принципе, видит или нет? Нет. Мута с Тосом разминулась. Разминулась. Лимита по-прежнему все еще равна. Довольно-таки удивительно. Оказалось, что зерк сейчас наклепается. Но нет. На третью нычку выходит постепенно Марс. Ставит паузу. Лаги. Лаги это не есть гуд. Это очень не есть гуд. Игра пока что равная совершенно. Единственное, что у Тоса. Убили пилоны. И у него сейчас соплай блок. Гидра оговорка по Афрейду. То есть, нужно включить стрим. Делать так же, как он. Шучу. Подлагивал Марс, видимо. Дело не в стриме, а уверен. Просто иногда Иннет начинает шалить. Черешив передропывает часть сталкеров на мейн Марс. От мутки. Тут есть фотоночки. Мутку уже можно принимать. В принципе ее. Еще один подвар. Психа есть на шторм. Можно кидать шторм. Мута вся в стеки. Не хочет в Марс кидать шторм. Кстати, странно немного. Теряет шайка одного. Теряет шайка второго. Сталкеры блинкаются. Но блинкаются поздно. Убиваются лишь 2-3 муталя. У Марса опять соплай блок. В хай выходит уже зерк. Лимит у него на этот раз намного больше. У Марса скопились ресурсы. Нужно что-то варпить. Варпает он 2-х психов еще. Третий грейд на атаку доделывает. Добавляет еще пилоны. Сразу много. Еще один блинк. Там есть уже псы. Сталкеры отходят назад. Чтобы переблинкнуться наверх. Можно кидать шторм. Ай, сталкеры на муви что-то делаешь. Хороший шторм влетел. Но шторм был всего лишь один. Передроб наверх. В один он включен не был. И тут Марс отдал очень много сталкеров. Очень много сталкеров отдал. Еще один хороший шторм. Собаки по этому шторму прошлись. Фотонок довольно-таки... Фотонки сдержали часть псов. Плюс штормы. И отбивается тут Марс. Вот если бы не тот досадный в принципе. Досадный даже не отдача. Просто блинк не на КД был. Не успел он переблинкнуться наверх. Лимита конечно плюс 30 у Зиаго. Еще псы выбегают. Можно было их отжать. А Марс блинкается. Но псы со скоростью убегают. Уже шпиль величия пошел. Первый грейд на щиты. Парабам 55 на 38. Все плохо. У Зиаго четвертая нычка. Третья работает вовсю. Куча плеток. Куча просто плеток. На третью нычку Зиаго выходит. Тос выходит. Первый колосс пошел. Ну там бруды, бруды, бруды. Убивать их нечем совершенно. Я наверное внутренний Марс должен понимать. Что они сейчас могут пойти вполне. Возвращается на армию назад. Скопилось немного газа. Можно наверное сделать еще психов. Или шариков. Добавляет он еще три психа. Действительно. Пилон от залетов каких-то. На четвертой нычке себе камни распространяется. Забегание собак. Куча собак. Два шара делаются. Но поздно. Просто сейчас на пофиг будет отменена нычка. Нет. Не стали собаки на пофиг ее отменять. И этим на самом деле неплохую службу Максу сыграли. Потому что зелки то плюс три. Шарики плюс три. И сталкера плюс три. И в хлам рассыпается армия Зяга. С той стороны можно сказать, что он просто слил лимит для Добрудов. Но на самом деле очень неплохой был размен. В сумме кстати по потере практически одинаково. Восемь инфесторов адреналин плюс два в заказе у Зяга. Макс еще идет в небольшую атаку. Видимо Добрудов как раз. С третья нычка встала. Можно туда переводить рабов. Делать фатонки хотя бы там чуть-чуть. Чтобы псы не забегали. Еще инфесторы в заказе. То есть куча гидроинфесторов. Тут куча санок. Вот. Ну на самом деле четвертая нычка совсем не засанена. Пятая нычка только-только ставится. Если Марс пойдет как раз туда. Вот в ту сторону. Убивать эту нычку и эту нычку. А не в лоб нападать в группу на самом деле. Минус четвертая нычка сейчас будет. Лимит у Тоса больше даже. 103 на 106. Ну почти больше. Убил нычку. Отошел назад. Сам раскачивает свою нычку. Подварпует зелков психов. Можно добавлять старгейт например для мазершипа. Рабов с мейна уже переводить на третью нычку. Стоять пару фотонок. Добывать газы. Газы сейчас нужны. Еще один шарик. Пробка поехала видимо на зелнагу. Или проверять вот эти нычки какие-нибудь. Сейчас мутка эту пробку перехватит или нет. Нет. Мута летит по своим делам. Просто на муве куда-то. Два караптора первых только-только пошли. Лимит у Тоса больше. Парабам у Тоса 45 на 61. То есть в принципе нормально. Да. И опять пилончики ставят Марс. Сейчас он спалит эту нычку. Собаки опять мимо пилона просто бегают на муве. То есть по своим делам совершенно. Вот заметили. Вернулись назад. Потом возможно этот пилон заметят. Старгейт от Марса. Очень грамотный. Во. Конечно можно было пораньше. Но без третьей нычки сложновато его делать. Еще одна нычка у Зерга пошла. На этот раз не тут. А вот с этой стороны. Какого защищать намного удобнее. Из-за того что тут куча санок. Пошли первых два бруда. Устанавливается пилон. Устанавливается пилон. Собаки сжирают один. Собаки бегают. Сжирают. Зерга грамотно ищет пилона. Но у него и карты хорошо контролятся. Марс выходит как раз на те нычки искать их вверху. Сейчас пробреет этих псов. На муви тоже он немножко шел. Но псы ничего тут не сделали. Он видит что этой нычки нет. Пойдет ли проверять или не пойдет не знаю. Сейчас увидит брудов на самом деле. Или вот морфуются бруды. Морфуются просто два бруда тут. Ну блинкаться с сталкерами нельзя. Опасно. Блинк сталкеров идет. Выщелкивается один бруд. Но тут куча просто плета. Куча инфестр теренов. Нужно отходить. Все в микозе. Колоссы в микозе. Колоссов в зверх не отпустит уже. Хотя нет. Одного колосса отпускает. Куча инфестров. Которые сейчас можно сжечь. Еще один залп. Не хватило залпа. Плохой размен для протаса естественно произошел. Фритбекон он сразу же добавлен. Тут есть еще несколько брудов варпится. Куда-то пропал визгаз у Марса практически. Это были еще подварпены шары. Делается маяк флотилии. Кораптор куда-то полетел. Сейчас будет напряг с этой стороны. Очень удобное место. Вот отсюда куда-нибудь напрягать. То есть совершенно то, что будет нечем убивать брудов. Полетела эта армия. Видимо из зверх не зря эту карту выбирал. Знает как тут играть. К сожалению у Марса на этой карте еще ни одной игре не играл. Ну ладно, ничего страшного. Не оправдание. Просто константация факта. Еще одну нычку ставят вверх. Эта нычка в принципе должна была быть только газовая. Но газ тут совершенно не собирается. Странно. Бруды летят. Нету карапторов. Only бруды. Только вот один караптор в заказе. Грелка пошла одна. Грелка пошла вторая. Мазершипа пока что нету. Нужно наверное уже заказывать. Четыре с минералов. Как будет заказывать Мазершип. Кстати есть тут пилоны. Два пилона. Можно тут сделать подвар на суда. На часть зилов. Часть зилов сюда. Отменить эту нычку. Грамотно эти пилоны. Марс постоянно ставит. Чисто зилковые подвары например сделать. Еще два шара. Не заказывает Мазершип кстати Марс. Вот они подвар будут пока что сюда зилов. Бруды летают. Бруда 1.0. Две горелки есть. Мазершипа по прежнему нет. На четвертой нычке прибивает себе камни Марс. Вот Мазершип пошел. Подвар по зилов по прежнему пока что нет. Ресурсов у Тоса. Ресурсов не так много. Камп хотя в принципе неплохой. Так не странно почти как у Зерга. Потому что. Тут в основном газ добывается. Тут тоже не очень много всего добывается. Но опять же нет подваров. Можно было пока армия там где-то далеко. Вот собаки там пока убивают пробку. А сейчас найдут пилону. Можно было с зилками там что-либо сделать. Да подварп трех зилков. Зилки с сколько там три. Пока не варпились. Да 3-1 на щиты. Пока не варпились. Всех зилков все и сожрали в принципе. А так неплохо было. Можно было бы сделать. Потому что очень медленные бруды. Забегание зилков суда. Минус все рабы. Отмена этой нычки. Ну в принципе у Тоса конечно все сейчас не очень хорошо. Ну куча шаров и мазершип. Мазершип. То есть. Нужна будет воронка. Летят. Летят бруды. Но никакого прикрытия нет. То есть если они будут лететь вот так вот. Без инфесторов. То. Все будет не очень. Конечно инфесторов куча. Просто куча. Блинк сталкеры неплохие. Есть нервалка. 4 архона под нервалкой. Ой-ой-ой-ой-ой. 4 архона под нервалкой. 6 архонов под нервальным паразитом. И Зяк приносит своей команде победу. Выговор решающую. Ну не решающую. Выговорю просто пятую игру. Своей командой. Счет становится 5-2. Макс хорошо играл. К сожалению немножко не повезло. Все бывает. С мазершипом тут Макс выходит. Пишет GG. Понимает все. ГВП. Отлично. Чет становится 5-2. Поздравляем наших соперников с победой. Ну на этом все. Стрим заканчивается. Всем спасибо. Посмотрел меня. Всем пока.